Клаго Маур ТВ Что об этом сообщили австрийские газеты? Газета «Курир» от 7 мая. Весь мир смотрит на Вену в надежде, что эта встреча может стать шагом деэскалации в Украине. Газета «Пресса» от 6 мая. 24 часа мировой дипломатии в Вене. Вена окончательно стала центром всех усилий, чтобы справиться с украинским кризисом. Газета «Кляйна Цайтунг» от 6 мая. Австрийская столица стала местом диалога между Украиной и Россией. Тот, кто читает эти сообщения, несомненно, получит впечатление, что наши политики пытаются сейчас путем переговоров отвратить угрозы войны. Однако, в противоположности этому, в стороне от этих сообщений происходит большое передвижение военного материала по направлению к российской границе. Здесь обзор различных событий, которые совершенно однозначно позволяют сделать заключение, что Запад готовится к войне с Россией. Уже 6 марта американская военная газета «Старс энд Страйпс» сообщила, что еще один авианосец перемещен в Черное море. С восемью эскадрильями самолетов на борту и с четырьмя сопровождающими кораблями с управляемым оружием авианосец официально будет укреплять 6-й флот США в Средиземном море. Кроме того, 10 марта «Старс энд Страйпс» сообщила, что военные истребители с военно-воздушной базы в Италии будут перемещены в Литву и Польшу, то есть более или менее непосредственно у ворот Москвы. В апреле НАТО сообщило о своем намерении укрепить свое присутствие на Востоке, на суше, в воде и в воздушном пространстве. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский уже и ранее настоятельно призывал НАТО к постоянному базированию 10 тысяч солдат в Польше. В конце апреля Министерство обороны США послало в Эстонию, Латвию и Литву 450 солдат. Кроме того, на актуальных кадрах видно, что уже сейчас сотни танков движутся по направлению к востоку. Так, внимательные жители Вены в конце апреля сняли передвижение иностранных военных частей через Вену. Посмотрите по этому поводу анализ магистра Эвальда Штадлера, члена Европейского парламента. Пожалуйста, не заблуждайтесь. В Америке есть решающие круги, которые хотят войну против России. И хотят ее сейчас, а не через 15 лет, когда Россия станет еще сильнее. Россия для них уже сильно укрепилась и утвердилась, поэтому они хотят войну сейчас, очень скоро. Не знаю, видели ли вы вчера на Ютубе видеоклипы, которые загрузили наши друзья, где видно, как идет передвижение войск. Эшелонами сотни танков перевозятся по железной дороге через Астрию на восток. До сих пор поэтому Арбан был злым, а теперь вдруг стал хорошим. Хотя выборы ничего не изменили. Раньше он был плохим, скинул красных, а теперь он хороший, потому что тоже принимает участие в этой игре. Он согласился провести через страну все эти войска. Видите, какая здесь ложь? Здесь не играет роль, хороший он или плохой, а только, можно его использовать или нет. Будет он препятствием или нет, это решает, будет ли он хорошим или плохим. Это и есть та двуличная мораль, типичная для американцев, которая между тем стала и частью европейской политики. А в данный момент происходит действительно очень и очень крупный перевозки войск. Намного больше, чем в том нам признаются СМИ, говоря, что там пару сотен солдат, что у них там на востоке тренировочные маневры. Все это ложь. В Польше устанавливаются ракеты, система противоракетной обороны в Польше, которую изначально устанавливали якобы против Ирана. Представьте себе там, в Польше, против Ирана. Но это же понятно, что на самом деле против России. И теперь это прямым ходом устанавливается. Перевозятся десантные войска в Прибалтику. Отправили огромные массы танков на восток, как в Польше, так и в Прибалтику, и особенно на передовую в Венгрию. Венгрия здесь играет особенно важную роль, потому туда и перебрасывают в данный момент огромное количество войск. Я пытался увидеть опознавательные знаки, но они были закрыты. Во всяком случае, точно было видно, что это танки не для защиты, а для нападающего боя. Опознавательные знаки были убраны, и их не видно на видеороликах, то есть, чьи это танки, чьих войск НАТО. И все это происходит через нейтральную страну. Проходит. На основе этих высказываний Эвальда Штадлера 5 мая в портале последних известий For Alberg Online можно было прочитать следующее. Речь при этом идет о голландских танках, которые официально находятся в пути для совместных учений Голландии в Венгрии и США в Венгрии. Не странно ли то, что эти передвижения войск сначала совершенно умалчиваются австрийскими СМИ, а потом идет речь об обучениях? Не вызывает ли беспокойства то, что эти учения запланированы именно в Венгрии, то есть в соседнем с Украиной государстве? Что произошло бы, если бы население узнало, что готовится здесь действительно? Позволило бы оно и дальше успокаивать себя мнимыми переговорами политиков? Клагемауэр ТВ передает о малоизвестном от народа для народа, чтобы поджигатели войны были названы по имени и наказаны. Бодрствуй вместе с нами. Доброго вам вечера!